это город гудаута и мы начнем прогулку по отрезку улице как же она называется сейчас махаджиров это улица махаджиров и начну я прогулку с места со своего первого проекта как только я закончил университет я сделал вот такую первое это вот мой первый реализованный проект совместно с со скульптором тимуром кайтан он к сожалению умер от к вида ну вот такой вот интересный проект небольшой стелы посвященная добровольцам которые пришли сюда начале девяностых помогать местным бойцам защитником родины в основном это были добровольцы северного кавказа россии ну были еще и те же махаджиры в честь кого названа эта улица с турции этнические абхазы черкесы множество было чеченцев адыгов абазин кабардинцев в общем добровольцы было множество вот мне приходится идти по обочине как обычно тротуар от из не очень хорошем состоянии местами его сделали местами тротуар сделать вот сейчас жаркая погода и полиция меня пропускает сейчас жаркая погода поэтому людей на улице практически нет это такая вот архитектура местная припаркованной машины куда узкого собрания входная группа куда узкого собрания и администрации куда узкого района здесь нет пандуса есть множество ступеней не знаю каким образом сюда может администрация зайти человек с ограниченными возможностями пандуса нет буквально в прошлом или позапрошлом году вот это с новое строение было открыто тут также нет пандуса а он не вижу там есть лифт подъемник точнее для инвалидов тротуар брусчатка вот он подъемник для инвалидов интересно работает ли посмотрим работает так его не включить еще паутина все заросло не знаю в общем сюда есть еще сквер благоустроенный сквер газон стриженный аккуратненькие кусты фонари такие симпатичные и не бросаются в глаза они не должны бросаться глаза все все как надо ограда насколько я понимаю здесь от скотины всякой потому что по городу бывает прогуливаются коровы от них огородились как я понимаю здесь есть такой памятник жертвам трагедии еще во время конфликта 90-х ну рассказать ну могу рассказать да могу рассказать про трагедию был сбит вертолет с детьми с беременными женщинами это было вот декабря 14 12 года 1992 года 12 декабря да вот вот такая стела символизирующая такую трагедию сгоревшая женщина ну как я понял да вот трагедия была страшная вот далее пройдемся к морю приятно находиться парк ухоженный деревья многолетние здесь есть тенистость ну лавки страх страшные да лавки надо менять и урны надо менять к уличная мебель примитивно неинтересная вообще вот оно такое строение музей это музей на забыл сказать так так там по дороге по дороге к морю на лавочке на лавках сидят местные жители молодые молодые ребята кто-то на корточках кто-то на скамейках к ним подходить не будем через вниз через них проходить не будем так как им возможно не понравится то как я здесь снимаю мало ли ну симпатичное кафе балкон балкон я думаю здесь можно пройтись к морю посмотрим а нет здесь видимо нет пути к морю нужно пройтись дальше насколько неизвестно здесь есть участки с благоустроенной набережной возможно не здесь а дальше ну да вот этот город не маленький все показать не смогу вон там путь к морю лестница ведущая к морю вот так это выглядит так это лестница одна из ну такая совковая так обратил внимание также на то что тут хорошие дороги точнее асфальтированная ее часть дорог то есть проезжие части и места для парковок ну тротуары не везде хорошие в общем приятная улица симпатичная современная современная архитектура кафе кирпичного брусчатка серая и рисунок хороший аккуратно от реставрированное строение да алё вот тут даже деревянные двери симпатичная ну архитектура музея мне не нравится я считаю что если это новое строение то оно должно было быть исполнено в современной архитектуре фасады должны были быть современные остекления по максимуму зеленая кровля в общем сделали как сделать вот на этом можно завершить в общем в общем в общем Продолжение следует...